Всем привет, мы продолжаем играть в Mount & Blade TLD. Сейчас мы с вами пытаемся помочь Дейлу разобраться с рунийцами. Боже, тут сколько гномов. Кошмар. Не то, чтобы это было страшно. Тут 70 рунийцев, больше меня страшит второй отряд. Там 350 их. Всех разбить будет достаточно тяжело на самом-то деле. С учетом количества моих воинов, их воинов и все такое. Поэтому надо как-то что-то с этим делать. Кто-то там созывает своих воинов. Больше не будет созывать своих воинов, он уже оглушен. Вон, едут еще. Молодец. Да я тебя догоню, падла. И лошадь твою убью. Ладно, лошадь. А не, убью. Уже не хотел, но нажал на последний раз. Да что ж, у тебя голова такая маленькая. Да, зачем тебе большая? Ты что, думаешь что ли? Вот так. Не очень удобно, честно признаюсь. Плюс это копье какое-то странное. У меня раньше было до одного из поражений, где меня разбили, было нормальное копье, хорошее, такое классное, мне нравилось. Потом меня разбили и все, копья нет. Как хочешь, так и живи после этого. Так, судя по звукам, у меня соседи опять начинают ремонт делать. Обожаю, когда они так делают. Это прям шикарно. Это отсидишь в выходной день свой и слушаешь, как соседи делают ремонт. Потому что, кроме того, как соседи делают ремонт, ты больше ни черта слышать не можешь. Ах, соседи. Хорошо. Это нам без разницы. Это мы заберем, чтобы, не знаю, сдать своим. Нужно бы в Дейл съездить или в Эрибор. У них, по-моему, должны быть хорошие эти шлемы. Это не чертоги мне нужные. Склады мне тоже не особо. Казармы. А, вот кузни. Вот. 45 рубящих без щита. 33 не то. 22, 27 не то. Не то, не то, не то, не то. Все не то. Даже обидно как-то. Гномий большой топор. Ну что, вы меня чем порадуете? А, тоже нечем. Да. На тебе это. Ну, в принципе, и все. Давайте-ка мы сохранимся. Тут у нас Эрибор пошел на второй заход уже на 344 воина. Ну что же делать? Мы присоединяемся. Присоединяемся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас, чуть не зажали. Козлы. Из-за того, что у меня очень много союзных гномов, у меня мало ребят, которые успевают подъехать. Так. Убейте их всех, ребята. Дурацкая лошадь. Да почему гномы просто стоят, твари? Торин, каменный шлем, блин. Без толыч. Конечно, виктори, блин. Если бы не мои воины, разбили бы этого короля дурацкого. Ну вот, опять они стали и стоят, блин. Чего вы стоите? Чего вы ждете? Да. А, это гном. Привет. Уйди. Не поднимайся. Кребаные гномы. Даже ничего сделать толком не могу из-за них. Не, они помогают. Очень сильно даже помогают. Они неплохо воюют. Но, блин, все равно, по сравнению с моими воинами, они так, так себе держатся, паршивенько. Ну, еще один остался, насколько вижу. На, один. И все, жопаем. И продолжаем. Сто девяносто семь. Слазим. Топор. Большой топор. Большой топор. Так, ладно. Идем дальше. Всех бью. В основном лошадей, конечно. Бедные животные сдачи дать не могут. Я хоть на ком-то отыграюсь. Звучит плохо, согласен. Так. И, в принципе, остался один. Один. Два, возможно. Сто тридцать четыре. Пойдем еще этим. Объясним. За жизнь гуманную, за кашу манную. Как говорил один летсплейщик. Хотя нет. Ютубер звучит лучше, чем летсплейщик. Что-то долго за тобой бегать. Так, это что такое? Это они, типа, убежали из поля боя, или они просто призраки минувших битв? Плюс у меня кого-то убили, я видел. Я не знаю, у меня или у союзника, но, скорее всего, у меня. Да, у меня один. Отборный всадник. Такой расслабленный. Идет себе, блин. По сторонам не смотрит даже. Вообще ничего не делает. Просто идет. А, одного из гвардии Брега вырубили. Все. Добивайте, кто там остался, и пойдем дальше, ребят. Что вы радуетесь? Вот это вот приходишь, рвешь пятую точку, чтобы они победили, а они потом стоят просто сами радуются, такие. Как в американских фильмах, знаете, вот это, где мы посадили спутник на другую планету, и все в этом, в НАСА, бегают, радуются, как будто это они, блин, лично его сожидали. Любят американцы такую фигню, когда кто-то что-то сделал, а радуется вся нация. Серьезно, лошадь, серьезно, проехать не даешь. Так, все с этой стороны. Хорошо, давайте дальше. Ну, Ярл сбежал, это понятно. Как бы вопрос не ставился. Не сбежит Ярл или сбежит. Ну, все, больше забрать не могу. Так, отряд. Рыцарь-ветеран. Рыцаря-ветерана поднимаем. Брэйго. Посмотрим, что у тебя тут. Силу тебе докинем. Живучесть тебе на какой? Хотя, давайте, наверное, живучесть накинем. Да, 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 ты радостный, я понял. Эрибор. Гномы Эрибора. Держава рун стала слабее, теперь она более-менее сильная. Гномы склады нам не интересны. Кузницы. В кузницах появились только кирка, 40. 43 ку... Ничего себе. Неплохо так. Но это кирка. Я кирку носить не буду. Ага, не потому, что мне как-то неудобно или еще что-то. Просто смысла не вижу в кирке, если у меня топор, который рубит на 44 или что-то такое. Или 45. То есть у меня топор не намного хуже, чем то, что предлагают они. Поэтому... Поэтому... Не вижу смысла менять. Так. Что... Что мы видим тут? А еще мы видим, что король у нас какой-то неадекватный и он ломится куда попало. Но это Эри Борский, а нас интересует король Дейла. Вот, ты смотри, какие... Четверо 50 таскают. Ну, это нормально, да? 2 и 2, а у меня 2 и 4. Но есть шансы поймать. Давайте попробуем. Если все будет в порядке, то мы их поймаем. Убьем этих четверых и одного возьмем себе. Из 50. У меня кто-то готов к повышению. Давайте посмотрим, кто. Шикарно. 3 и 1, нет, 3 и 4. Все равно догоню. Догоню, догоню, съем. Да куда ты поперся? Ну, блин, стой на месте, а? Это вот через всю карту пилять за тобой, чтобы ты в итоге сдался. В чем смысл был? Думал, я сдамся. Не тут-то было. Так. Кто у нас тут еще есть? Гном-лучник. Дрил, дрил. О. Хорошо. Взял его, потому что это единственный на лошади. Эрибор более не под осадой. Эрибор был. Окей, давай поедем. Я ж не против. Только я что-то не вижу, чтобы что-то менялось. Эрибор как был не под осадой, так и остается не под осадой. Потому что осаду мы только что разбили и сняли. Ну, я не знаю, что вы хотите от меня, ребятки. Потому что, ну, я не вижу возле Дейла и Эрибора больше воинов, которые могли бы этот... А то, что цари где-то в другом конце карты. Конвой Дейла. Давайте посмотрим, что там за конвой и кто к нему пристал. А, хе, бунда-бадовцы. Ну, по сути, все. Так, у меня тут готово к повышению. Рыцарь и ветеран Гондора. Так, давайте-ка сохранимся. Казармы. Сдать. Кузница. Опять же, тут ничего интересного нет. И, 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 конюшня и склад. Еды взять еще немного. Сохраняемся. Давайте проедемся немножко тут. Может, где-то тут что-то интересное найдем. Я нашел, наконец-то, Дейловского церка. Но... Есть определенные проблемы. В-первых... Серьезно? Блин, 17 в отряде. 17, твою мать. Вы, блин, издеваетесь, что ли? Я очень надеюсь, что он после этой драки заберет себе пленных в команду. Чтобы у него было хотя бы 40 их. А не 17. 17. 17. А. а это мой понабираю в команду разных чудиков потом не могу разобрать где слой где чужой но мне можно еще одного взять он давайте еще одно вот этого на дурак ладно хотел нанять и вместо этого о 39 хорошо хорошо мужик хорошо все лучше чем было 17 да конечно жаль же он не застал 90 вот там бы он на себе раскачал бы ребят ой-ой-ой кнут 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 ой-ой-ой кого я вижу я хочу его убить тварь вот тваря просто тварь взял и спрятался аж обидно я бы его развалил так он добат стала сильнее теперь она сильно наивный ты думал развалить короля пока никого рядом нет и у него слабый отряд фиг тебе не дам умереть королю просто так так ладно слазим там был грёбаные гоблины этот считается за одного ничего себе в темноте десятерых завалил даже не заметил этого обидно хорошо тут сами понимаете смысла не вижу ну и куда ты прешься что за странный человек по досаду а вот 109 и сюда иди сюда я хочу поговорить то просто поговорить чё ты убегаешь чё ты да не убежишь ты ты медленнее меня бегаешь дурак ну да боже почему они вечно блин лезут куда попало сейчас они на самую верхушку пытаются забраться я понимаю что выгонное место вся фигня но серьезно давай ломаем жизни ребята ты гоблин тебя никто не любит но кто любит гоблина никто не любит гоблина почему потому что гоблины как вообще любит гоблина так кто там еще а я а я у меня минусы нули 1 минусы нули плохо звучит убили 1 так звучит лучше все да все а купеческий защитник дейла ну не смертельно но печально они были прикольными наверное я не знаю просто что из них должно вырасти из этих купеческих ребят у меня еще один есть насколько помню надо будет еще одного взять надо будет еще один есть Играет музыка Ну вот и все Остались только варги Как обычно Но этот свалил и остался один И Все? Нет, да, нет, нет, да, нет Нет, нет, да, нет А, вот еще один Шикарно С этими разобрались Этих 34 придурка ездят А потом удивляемся, почему у Дейла все так плохо Ладно, продолжим уже в следующей серии Всем спасибо за просмотры Подписывайтесь на канал Буду рад вас видеть Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok